Как заработать на падении рынка, на падении акций? Об этом сегодня пойдет речь. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Мы в последнее время живем в состоянии кризиса, и курсы акций, ну, в общем, должны упасть, по идее. Давайте посмотрим, как это выглядит на графике развития кризиса. Смотрите. Ну, уже неоднократно показывал индекс S&P 500, и вот в начале марта, в связи с коронавирусом и закрытием всякие всего и вся, он начал падать. Вот здесь ФРС начало снижать ставку, это не помогло. Он продолжил падение, и здесь включается механизм КУЕ, это Quantitative Easing, то есть печатают деньги и выливают их в фондовый рынок, за счет этого фондовый рынок начинает подниматься. Но при этом производство не открывается, фирмы не работают, и, в общем-то, люди чувствуют себя нормально, там, скажем, в Америке, это американский индекс, в общем, ничего хорошего не происходит. Но эти напечатанные деньги идут на фондовый рынок, и акции удается поддерживать. И было понятно, в общем-то сказать, ну, многие говорили, что будет там вторая волна падения, что это ненадолго, там были споры, как быстро Трамп топит за то, что это будет вообще бесконечный рост и так далее. Но, в общем-то, этот рост не подкреплен ростом прибыли компании. И вот сейчас уже компании начинают отчитываться, и, в общем-то, ну, многие аналитики ждут, что будет, ну, падение какое-то, падение индекса, ну, скажем, до 2,700, там, куда-то будет. И я неоднократно говорил, я все время ждал этого падения. Поэтому как раз я сейчас на срочном рынке занимаюсь, в основном там фьючерсы, опционы, и именно там можно заработать на падении. И вот когда происходит падение, и как происходит падение, ну, вы видите, что вот здесь вот падение происходит достаточно резко, да, то есть вначале оно начинает двигаться вниз-вниз-вниз, кажется, что сейчас он скорректируется, а он продолжает дальше-дальше падать. То есть падение, как сказал Сергей Хистанов, ну, он не свою мысль сказал, что медведи выпрыгивают в окно, а быки долго взбираются в гору. То есть медвежий рынок считается это на падении, то есть они очень... Падение всегда бывает резкое, а подъем как раз после падения в основлении бывает более пологим. Поэтому если поймать вот это падение, там можно заработать за короткий срок бешеные деньги. И где можно заработать? Именно на срочном рынке. А на срочном рынке это фьючерсы и опционы. И вот я постоянно жду, что вот это вот будет. И сейчас почему это должно было произойти падение, которого я так долго ждал? Потому что, ну, сейчас идет сезон отчетности в Америке, и многие компании дают, в общем сказать, ну, не самые радужные отчеты должны были давать. Вот. И это один фактор. Второй фактор то, что... Ну, санкции и так далее. Второй фактор еще, ну, российский чисто, это налоговый период там, и выплаты дивидендов сейчас идут активно для того, чтобы выплатить дивиденды зарубежным акционерам. Компании что делают? Ну, скажем, продают свою выручку. Нет. Зарубежные акционеры покупают доллары для того, чтобы вывезти их к себе за границу в виде долларов. И спрос на доллары растет. То есть, доллар, цена на доллар должна подняться, по идее, а рубль должен упасть. Ну, вот такие какие-то есть. Ну, и сезонный фактор еще вроде открывается там какие-то страны. Все-таки люди хотят туризмом заниматься, там покупают доллары. Вот. Поэтому все это вместе должно наложиться. Да, еще один фактор. Это истечение срока операции опционов. Опционы как раз вот, ну, на индекс РТС они недельные и на доллар. И поэтому, когда приходит день экспирации, вот в самый последний день происходит самый кирдык на самом деле. Поэтому вот очередной день экспирации был 30 августа. И на это 30 августа я ожидал всяческой бяки. И вот она 30 августа произошла. Ну, вот сейчас мы переходим на уже индекс, на ММВБ, индекс РТС. Ну, это самый популярный, один из самых популярных инструментов на бирже. Вот тот же самый график, но индекс РТС, он повторяет фактически индекс S&P 500. И давайте посмотрим, что произошло вот в последние дни. Смотрите, вот сейчас я вам покажу, вот он, календарь. Вот 30 число, 30 июля было вчера. Вот она 30 июля. Так, нет, сейчас я секундочку. 30 июля было вчера. И фьючерсы на РТС, они недельные. Вернее, опционы на РТС, они недельные. И вот с 23 по 30 я построил очередной раз опционную стратегию. И я рискнул немножечко. Я рискнул, потому что я все-таки ждал, что должен он начать падать. Вот, должен начать падать индекс. И вот, давайте посмотрим. Вот она, 23 число. И я жду, что индекс РТС будет падать. Я построил соответствующим образом стратегию. Она немножечко была смещена в сторону падения индекса. И да, вот предыдущая стратегия мне дала убыток большой. Потому что, смотрите, вот накануне, когда закрывалась предыдущая стратегия по опционам, я ожидал тоже падения, а они выросли, заразы. Но вот как раз в последний день экспирации проходят такие вот вещи. Смотрите, 23 числа я снова ставлю на понижение. Что происходит дальше? 24 числа, смотрите, вот 24 наступает число. Не снижается. И, в общем-то, у меня убытки по вариационной марже. Я жду. А он не снижается. И вот пошел на снижение. Я такой, все, счастливый. Все, он пошел на снижение. Посмотрите, к 28 числу я думаю, ну все, вот начало падения. Но видно же, что вот он рос, рос, и все, пошло падение. Тут какую-нибудь двойную вершину могут, шляпу нарисовать кто-то. Вот, все, 29 предпоследний день. Смотрите, что происходит в предпоследний день. А он опять растет. И у меня снова убытки, в общем-то сказать, ну по вариационной марже. Но здесь надо, конечно, быть очень хладнокровным. Ну как, по вариационной марже убытки. И, в общем-то сказать, ну там будет прибыль, но небольшая, там почти в ноль. Ну, в общем-то, кисло достаточно. И вот он подрос. И 29 числа, ну ничего не происходит. Ничего не происходит. 29 числа, посмотрите. И что происходит 30-го? Вот она, последний день. Вот здесь вот надо выдержку иметь, потому что я долго ждал вот этого падения. И 30 число наступает, и вот он пошел падать. Вот всего-то он упал. Ничего буквально. Вот он падал, падал. И вот здесь вот, вот здесь вот, вот в этот момент у меня экспирация наступает. 122 с чем-то. Вот это падение дало мне вчера доход в 50 тысяч рублей. Вот здесь произошла экспирация. Что произошло после экспирации? А после экспирации у меня на счете появилось 8 проданных фьючерсов по 127 500. То есть, фактически я их продал вот здесь. У меня, я купил опционный путь глубоко в деньгах. Вот, соответственно, они глубоко в деньгах. То есть, я по 127 500 были проданы у меня фьючерсы на РТС. И цена была где-то 122 600, что ли. Вот где-то здесь была цена. Вот эта вот разница дала мне плюс 50 тысяч рублей. И это при том, что на счете в начале вот 24 числа было вот здесь. На счете где-то в районе 80 тысяч рублей. Представляете, да? 80 тысяч рублей через неделю плюс 50 тысяч. Там 130 тысяч было. Но потом все поднялось. И здесь я закрыл свои фьючерсы по стопу. Соответственно, 10 тысяч коровы языком слезало. Но плюс 40 тысяч тоже очень-очень неплохо. Что прошло дальше? Ну, сегодня продолжается падение. У меня, опять же, стратегия есть на падение рынка. Но сейчас небольшая. Посмотрите, дельта сейчас в данный момент минус 1. Вот эти опционы ПУТ я продал только что сегодня. И, ну, пока ориентировочно прибыль. Вот эта вот планочка, если он удержится в этом диапазоне. В каком диапазоне? От 122 500 до 125. То мой доход будет еще за неделю плюс, ну, 7 660. Ну, гадать пока еще рано. Это до четверга будет. Поэтому что будет, я не знаю. Пока вот у меня так. И сейчас я вам нарисую, когда я получу эту прибыль. Если 122 500, вот, это прибыль до 125. Ну, то есть, вот если сейчас, если индекс останется вот в этом диапазоне, то у меня прибыль будет вот такая. Если он выйдет из этого диапазона, то что у меня будет? Давайте посмотрим, то, в общем-то, ну, это будет по красной линии происходить. То есть, здесь можно еще очень здорово среагировать. И вот это вот левое крыло можно запросто сдвинуть в эту сторону. Но, смотрите, что еще интересное получается. Что я в понедельник, наверное, уеду. Ну, в небольшой отпуск мы хотим в Выборг съездить. И здесь уже все будет происходить без меня, скорее всего. То есть, ну, я где-то смогу смотреть за своими позициями только урывками. Поэтому вот в таких случаях и нужен как раз робот. И, смотрите, если вот красную линию смотрим, да, если просто сдвигается вот сюда, я без потерь, если красная линия более-менее пологая, я без потерь могу сдвинуть вот эту вот полочку вот сюда, еще на 2500, и это будет здорово. Это опционная стратегия. То есть, мне очень просто ее сдвинуть. Более того, это сдвинуть может на, ну, просто чисто механическая работа. То есть, эту работу можно поручить роботу. И вот сейчас я активно тоже, ну, продолжу писать своего робота, свою программу. И теперь, если в прошлый раз я говорил, что я научил ее продавать, то есть, она берет и, значит, там продай, пишу, и она, значит, там опускает потихонечку позицию. Сегодня я добился того, что, значит, обратную штуку и купить он может, понимаете? Поэтому из чего состоит вот это крыло? Здесь проданные опционы, здесь купленные опционы. То есть, я могу теперь запрограммировать. Если цена сделки дошла до, значит, опустилась до, скажем, 122 500, то, значит, купи вот эти, продай вот эти, столько-то, ну, то есть, уже понятно, сколько купить, сколько продать, и все это можно поручить роботу. Я еще раз убедился, что робот – это хорошая штука. Ну, это будет на самом деле не робот, это будет просто помощник, который будет вместо меня сидеть и непрерывно смотреть в экран вместо меня. То есть, я его посажу и скажу, слушай, мне тут надо съездить на несколько дней, а ты сиди и смотри, и двигай, пожалуйста, мне крыло вот это. Ну, вот, ну, скажем, день я в пути, вечером нахожу интернет, смотрю, так, ну что, сдвинулось что-то. Если сдвинулось, то я могу просто роботу дать следующее, ну, так сказать, помощнику вот этому наблюдателю дать следующее задание. Ну, хорошо, ты отработал, двигай дальше теперь, значит. Вот давайте сдвинем еще и дам ему задание в следующий раз. То есть, к роботу я могу обращаться, ну, где-то раз там в несколько дней буквально. Ну, то есть, я смотрю так, цена, если не подходит, то вообще все нормально. Если цена подходит либо к этому, либо к этому порогу, то я совершенно спокойно, вот если у меня красная линия не очень, вот, ну, здесь глубоко вниз идет, но до сюда она быстро не доскочит, то я, в общем-то, даю задание роботу, что надо изменить вот это, изменить вот это. Ну, тоже очень хорошая штука, и опционы позволяют это делать. Они больше всего приспособлены для роботизированной торговли. Именно поэтому я занимаюсь. Еще раз, друзья мои, хочу подытожить. Смотрите, сейчас многие аналитики ждут падения рынка. Если падение происходит, то падение происходит вот так вот резко, а потом медленный-медленный подъем вверх. Помним, да? То есть на падении можно заработать. Если для того, чтобы заработать на падении, надо работать на фондовом рынке. Это фьючерсы либо опционы. Я именно с ними и работаю. Фьючерсы и опционы. Можно заработать очень много, вы видели, да? То есть там где-то в районе 30% за неделю можно сделать совершенно спокойно. Но это надо дождаться вот этого самого падения. И для того, чтобы заработать, нужны как раз фьючерсы и опционы. На опционах больше можно заработать, но и риски достаточно большие. И все это можно запрограммировать. То есть моя цель добиться пассивного дохода. Ну, максимально пассивного. То есть сделать так, чтобы чем больше, то есть для того, чтобы заработать больше денег, мне надо работать все меньше, меньше и меньше. Вот такая цель. И этой цели позволяет мне добиться как раз вот робот. Именно этим я и занимаюсь, в этом направлении иду. Ну, и делаю, в общем-то сказать, ну, я считаю, что успехи. Вот. А наблюдать за этими успехами, вот я рассказываю. Вы можете наблюдать, вы можете присоединиться. Ну, для этого нужно изучить, конечно, и биржу для чайников, и опционы. Это курсы, которые, ну, всегда доступны. Вот там вы увидите ссылочку. Ссылочку вы увидите внизу традиционно на эти дела. И можно присоединиться и попробовать. Ну, а если не хотите, то, в общем-то, и не надо. Просто наблюдайте за моими приключениями. Их будет много. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий. До встречи.